Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Они будут действовать в течение всего 2020 года. Законопроект в феврале был принят в первом чтении. Ко второму решили ставки снизить еще по просьбе предпринимателей с 4 до 3 процентов. Большего регион себе позволить не может, иначе ему придется столкнуться с ухудшением наполняемости бюджета. Программа Экономика. В Кировских ТОСЭР открыли в пять раз больше рабочих мест, чем планировалось. Их создано почти 300, говорят в региональном министерстве экономического развития. Вложено в территорию опережающего социально-экономического развития в Белой Холунице и Вятских Полянах 60 миллионов. Здесь перевыполнение плана не столь масштабное, всего 5 процентов. Чиновники уверены, что преференции, которые получают резиденты ТОСЭР, делают Кировскую область привлекательной на фоне соседних регионов. Внебюджетные фонды они платят вместо 30, 7,5 процентов. Ставка налога на прибыль 5 процентов в первые пять лет с момента получения первой прибыли и 10 процентов в течение следующих пяти. Обнулены ставки налога на имущество и на землю. Больше всего зарплаты выросли у аграриев и лесников. В прошлом году во всех отраслях экономики региона наблюдалось увлечение оплаты труда относительно 2018-го, утверждают в Кировстате. Наибольший прирост около 10 процентов в организациях сельского и лесного хозяйства, благодаря чему уровень зарплат в этих сферах поднялся почти до 25 тысяч рублей. Также ощутимый рост в финансовой сфере, которая отличается традиционно, в принципе, высоким уровнем зарплат, а также в сфере водоснабжения и здравоохранения. Сейчас номинальная средняя зарплата по итогам прошлого года в Кировской области 29,800, за год она выросла на 6 процентов. Завершение валютах. Доллар сегодня 66 рублей 8 копеек, курс евро 73,74. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.